Сегодня последний день перед заседанием Европейского Центрального Банка, от итогов которого будут серьезно зависеть среднесрочные тренды на финансовых рынках. Индекс доллара, отслеживающий динамику курса доллара к группе его основных конкурентов, утратил первоначальный оптимизм и вернулся к отметке 97.60. Сегодня индекс торгуется в отрицательной зоне после роста в течение трех торговых сессий. Непрекращающийся рост доллара сопровождается сокращением доходности десятилетних трежерис на фоне возобновлений напряженности в Персидском заливе между США и Ираном, а также после того, как Роберт Мюллер, бывший глава ФБР США и нынешний спецпрокурор, заявил о том, что после президентского срока Дональду Трампу может быть предъявлено обвинение по так называемому Russian Gate – дело о вмешательстве России в выборы президента США. Давление на евро остается неизменным в преддверии важного заседания ЕЦВ. В ходе сегодняшних торгов пара евро-доллар отскочила от минимумов вблизи 1.1140, где она находилась с конца мая. Однако не смогла преодолеть область 1.1150 и продолжает оставаться в минусе. Главным фактором давления на пару в среду стали данные PMI Германии и еврозоны, указывающие на продолжающееся замедление темпов роста экономики. Вкупе с предстоящим заседанием настрой трейдеров в отношении евро ухудшился, ограничив покупки валюты. В ближайшей перспективе пара может отметить минимум 2019 года около 1.1100. Пара доллар против канадского доллара демонстрирует положительный настрой и торгуется вблизи сессионных максимумов ниже 1.3125. После отступления от месячных максимумов накануне паре удалось немного восстановиться, но пока она не может продолжить ралли, находясь под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны это сильный доллар, а с другой стороны растущие цены на нефть, которые усиливают спрос на канадскую валюту. Позднее сегодня будут обнародованы показатели деловой активности PMI и данные по уровню продаж нового жилья в США. На этом у нас сегодня все, мы желаем вам профитных сделок и до встречи на нашем канале завтра.